САМЫЕ ВРЕДНЫЕ И КАПРИЗНЫЕ ЗНАКИ ЗОДИАК Всем нам иногда хочется повредничать. Не бывает так, что человек всегда всем доволен, однако свое недовольство и претензии люди показывают по-разному. У каждого знака зодиака свои методы психологического насилия. Самые вредные и капризные – это обычно самые эгоистичные знаки зодиака. Одно идет от другого. В жизни все взаимосвязано и все последовательно. Если вы хотите чего-то добиться от другого человека, то эгоизм может помочь вам сделать это быстрее, но зато вас могут возненавидеть. Итак, давайте узнаем, какие знаки зодиака являются самыми вредными и капризными. ОВЕН Овены могут быть занесены в список трех самых вредных знаков зодиака. Если они что-то решили, то их уже не переубедить. Они будут биться головой об стену до тех пор, пока вы не дадите задний ход. Извинений, кстати, можете не ждать. Они добьются своего, а потом еще раз и еще и еще. Телец Тельцы вредные, причем бесят людей специально, чтобы посмотреть на их реакцию. Они любят повредничать, хотя не особо эгоистичны. Потом они вам отплатят за вашу доброту, можете не сомневаться. Есть только одно НО. Не пытайтесь подыгрывать им, иначе вы рискуете породить истинного зверя. БЛИЗНЕЦЫ Эти люди не вредничают, они просто делают то, что им хочется. Если вам это не нравится, то вам помашут ручкой и уйдут. Они могут себе позволить иногда поиграть в обычного человека, но им это быстро надоедает. РАК Вреднее рака нет никого, если дело касается споров. Вы можете им предоставить все доказательства их неправоты, но они не согласятся с вами все равно. В этом они похожи на овнов, но есть одно маленькое различие. Если рака напоить, то он будет мягким и податливым. Вредина в нем умрет. ЛЕВ Львы и львицы вредны только с теми, кого они любят. Это как лакмусовая бумажка для определения искренности чувств. Если лев говорит вам в лицо, что вы неправы, что он хочет и как к нему относиться, то он вас любит. С людьми менее близкими он будет очень вредным. ДЕВА Если вы бездельник или ленивый человек, то дева покажется вам самым ужасным человеком на свете. Девы терпеть не могут нерях. Они принципиально не будут убирать за вами, пока вы сами этого не сделаете. Их вредность оправдана, но непреклонна. Накосячили, дева от вас не отстанет. ВЕСЫ Весы не вредны вообще. Они дипломаты по жизни. Им бы только поболтать да понаслаждаться. Они не будут вредничать и показывать свой характер никому. Им просто это не нужно. Добро доброму, можно сказать. Довольно приятные люди. СКОРПИОН Скорпионы вредны настолько, насколько это вообще возможно. Лучше не бесить их и всегда во всем соглашаться. И если вы на это не готовы, то уходите и не возвращайтесь. Если вам трудно терпеть людей, которые добиваются всего через неприятные уговоры и убеждения, и давят на жалость, то не общайтесь со скорпионами. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцы в меру вредные. Они могут пойти на уступки и не будут строить из себя обиженных. Это довольно прямолинейные люди и спокойные, несмотря на огненный и буйный нрав. Просто они направляют силу характера на что-то другое, чтобы не бесить окружающих. КОЗЕРОГ Козероги не слушают никого. Они делают так, как им хочется. В этом они могут быть и не очень приятными, но показывать свой характер как-то еще они не намерены. Они сдержаны самостоятельно во всем. Вредничать им незачем. ВОДОЛЕЙ Водолеи ценят свободу, причем не эгоистично. Они уважают и не только себя, но и своих друзей, любимых, коллег и знакомых. Если они что-то решили, то не передумают. И если все идет не так, как им надо, они дипломатично попросят вас о помощи. Вредничать они точно не будут, хотя иногда могут воспользоваться своей неотразимостью. РЫБЫ Рыбы вроде как не вредные, но в то же время и вредные. Они не ползают перед вами, не плачут о том, что им хочется чего-то. Они делают это как-то невербально, на уровне мысли. Они могут быть ужасными вреденными, но им почему-то это всегда прощается. Самые вредные знаки зодиака – это скорпион, лев, рак и овен. Они могут вывести вас из себя за минуту, но даже с ними можно легко ужиться. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку. Субтитры сделал DimaTorzok